В Олег Минске прошел конкурс специалистов. Учителя, инженеры, программисты и представители других профессий представили свои проекты. Подробнее о том, как прошел конкурс, расскажет Елена Фас. Буквально с первых минут в зале, где я проходил конкурс молодых специалистов, чувствовалась та самая атмосфера динамики, дружественного партнерства и неподдельного интереса. Молодые люди уверенно защищали свои проекты, совместно выстроили работу в группах. Но, что гораздо важнее, абсолютно точно определили свою роль не только на рабочем месте, но и в целом в жизни. Константин Кутугутов, учитель информатики в селе Абага, считает, что цели можно добиться и в своем родном селе. Самореализация не есть большие города, а бонусом удивительная природа, стабильный тыл. Я думаю, что в селе есть такое, что дает селе обратную связь, что в социуме села не нарушается, мы активную позицию имеем. В сельской местности природа хорошая, почему в городе оставаться, если можно и здесь нормально зажить и заработать лучше, чем в городе. Первый раз в конкурсе принимали участие специалисты регионального управления «Газпром Трансгаз». Молодые кадры здесь приветствуют, поделился Сергей Сычок. Очень многое зависит от молодого специалиста, потому что человек приходит с новыми идеями, с новым взглядом на производство. Поэтому, допустим, в нашей компании молодые специалисты очень ценятся. Постоянно дает компания шансом самореализоваться, проводя всяческие научно-практические конференции. Евгения Чердонова из ТАКО. Свою политику строят на активной жизненной позиции. Такие учителя дают детям не только знание предметов, но и, что гораздо важнее, уроки жизни. Роль молодого специалиста в наши дни, она очень актуальна, я считаю, как никогда. Потому что у нас в стране такой кризисный момент. И от нас, от наших действий, от нашего правильного выбора, я считаю, все будет зависеть. Комиссия, подводившая итоги, некоторое время была в затруднении. Практически каждый смог покорить присутствующих своим энтузиазмом. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК САХА, Олег, Минск.